Добрый день, в эфире выпуск новостей в студии Ирина Варсан. В Молдове возобновились гражданские авиарейсы, приостановленные в связи с проведением саммита Европейского политического сообщества. Согласно онлайн-расписанию, на официальном сайте Международного аэропорта Кишинева в 7.23 первым после снятия особых мер безопасности приземлился самолет из Анталии, а в 8.25 он вылетел обратно. С полуночи 1 июня до 7 утра 2 июня воздушное пространство страны было закрыто для полетов гражданских бортов. Исключение составили самолеты с официальными делегациями, прибывшими на саммит Европейского политического сообщества. Следует отметить, что некоторые официальные лица по-прежнему находятся в Кишиневе, где проводят двусторонние встречи. Поэтому меры безопасности, введенные по случаю саммита, будут действовать в столице и сегодня. Власти напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и адаптировать поведение к дорожным условиям. Стоянка автомобиля разрешена только в специально отведенных местах. Во избежание перекрытия проезжей части в периметре зоны безопасности, при этом обязательно наличие документов, удостоверяющих личность. Молдова хочет быть частью свободного мира и стать членом Евросоюза. Об этом президент Майя Санду заявила на саммите Европейского политического сообщества. Также глава государства говорила о войне в Украине и приветствовала участие в форуме украинского президента. Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что все европейские страны, граничащие с Российской Федерацией и не желающие быть разорванными Россией, должны вступить в Европейский союз и НАТО. В своей речи президент Майя Санду заявила, что война в Украине является самой масштабной на нашем континенте после Второй мировой. Наше решение собраться на втором саммите Европейского политического сообщества всего в 20 километрах от границы с Украиной является четким выражением солидарности с Украиной и украинским народом. Украинцы борются за свободу, за европейские ценности и за будущее континента. Сегодня мне выпала особая честь приветствовать президента Зеленского, который возглавляет украинский народ в этой войне, в этой борьбе. И я горжусь тем, что стою здесь рядом с ним. Молдаване, как и остальные европейцы, проявили солидарность с нашими соседями, приняв их в своих домах. Но мы должны сделать больше. Этот саммит обеспечивает платформу для определения решений, которые мы все можем взять на себя, чтобы восстановить мир на европейском континенте и защищать его, сказала глава государства. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО принять Украину в состав альянса на саммите в Вильнюсе в июле, заявив, что такое развитие событий будет иметь положительный эффект в долгосрочной перспективе как для Республики Молдова, так и для Грузии. Настало время принятия решений. И я хочу подчеркнуть, на саммите НАТО в Вильнюсе в июле Украина должна быть принята в члены НАТО. Нам нужен мирный саммит, нам нужны позитивные решения для Украины, потому что они благоприятны для всех. И для Молдовы, и для Грузии, и для Белоруссии, я не сомневаюсь. Все европейские страны, у которых общая граница с Россией, и которые не хотят быть раздавленными Россией, должны вступить в Европейский Союз и НАТО, заявил киевский лидер. В период 11-12 июля лидеры стран НАТО примут участие в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе по вопросу о перспективах Украины на сближение с НАТО. Отметим, что на открытии саммита в Бульбаке выступили также премьер-министр Италии, премьер-министр Нидерландов и президент Румынии. В военном смысле у Румынии нет возможности вмешаться в вооруженный конфликт. Так президент этой страны Клаус Юханис ответил на вопрос, может ли его государство создать защитный зонт для Молдовы в случае эскалации войны в Украине. Румыния член НАТО, а Молдова нейтральное государство. Следовательно, в чисто военном смысле я не вижу возможностей нашего вмешательства в вооруженный конфликт. Но мы можем оказать помощь в плане совершенствования кадров в Молдове, их обучение, помочь с казарменным оснащением, как мы уже делали, и тому подобным образом. На вопрос, может ли Румыния защитить наше воздушное пространство, Юханис ответил буквально следующее. Это сложная дискуссия именно из-за принадлежности к НАТО и, соответственно, непринадлежности к НАТО. Канада ввела санкции против семи граждан Молдовы, а также одной политической партии из-за их связи с Россией и для предотвращения усилий Российской Федерации по дестабилизации в регионе. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, опубликованном на сайте правительства этой страны. В список вошли бывшие депутаты Владимир Плохотнюк, Илон Шор, Владимир Андронаки, Константин Ботнер, Вячеслав Платон, а также действующая парламентария Марина Таубер и политик Георгий Кавкалек. Под санкции попала и партия Шор. Указанные в списке лица не смогут проводить финансовые транзакции в Канаде, а все их активы заморозят. Кроме этого, канадцам запретили оказывать им финансовые услуги. Цитата. Санкции направлены на то, чтобы подорвать способность России продолжать необоснованное вторжение в Украину через Молдову, препятствовать усилиям России по дестабилизации региона и поддержать избранные демократическим путем власти Молдовы, говорится в пресс-релизе канадского правительства. Отмечается, что вопрос о санкциях обсуждался в ходе встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо с президентом Молдовы Майей Санду, которая в мае находилась в этой стране с визитом. Ранее за дестабилизацию ситуации в Молдове санкции против Плохотнюка, Шора, Кавкалюка и Таубер ввел Европейский Союз. А в 2022 году ограничения в отношении Плохотнюка и Шора применили Великобритания и США. Фигуранты санкционного списка правительства Канады пока не прокомментировали свое включение в него. Илон Шор назвал недавние против него санкции от Евросоюза наградой. Политик пояснил, что это заключается в том, что он патриот своей страны, не работает на иностранные спецслужбы и государство не продвигает интересы иностранных государств Республики Молдова. Комментируя решение британских властей, Илон Шор заявил, что оно его не коснется. Адвокат Марины Таубер Аурелио Каленко сообщил, что введенные ограничения не отразятся на его подзащитные. Ранее адвокат Плохотнюка Лучуан Рогак отказался комментировать ограничения британских властей и Евросоюза. Лидер партии «Дома строим Европу» Георгий Кавкалек назвал санкции ЕС необоснованными и заявил, что таким образом власти пытаются его очернить, как политического оппонента, и таким образом попытаться заставить замолчать. В июне закупочная цена на газ, поставляемый в Молдову российским концерном «Газпром», снизится примерно на 92 доллара и составит 568 долларов 15 центов за тысячу кубометров. Об этом 1 июня сообщил председатель административного совета акционерного общества «Молдова Газ» Вадим Чебан. Для нашего телеканала он отметил, что весь объем газа, закупаемого в России, будет направлен в Приднестровье, а изменение цены в настоящее время не отразится на тарифе для бытовых потребителей. Как заявил Вадим Чебан для Аризон ТВ, изменение закупочной цены за российский газ не учитывается при расчете тарифа для потребителей правой бережи Днестра. То, что касается цены «Газпрома», говорю сразу, что весь газ мы поставляем в Приднестровье, в Тираспольтрансгаз, и в июне то же самое будет. Эта цена как бы не включается в расчет тарифа, который мы будем подавать в Наре, а включается прогнозное, которое дает нам Энергоком. Сообщение о том, что определенный объем голубого топлива поставляется из Приднестровья на правый берег, Чебан назвал спекуляциями. Там были определенные спекуляции, что эти трейдеры, которые на рынке, они покупают газ с Приднестровья. То есть это не соответствует действительности. Но оттуда с Приднестровья нет продавцов, которые поставляют на правый берег. Глава Молдова ГАЗ пояснил, что пять альтернативных поставщиков, импортирующих природный газ для молдавских потребителей, осуществляют доставку из Румынии в Молдову и из Украины в Молдову в обход Приднестровья. Поэтому, по его словам, природный газ, поставляемый потребителям левобережья Днестра, не может быть продан потребителям правобережья. Напомним, недавно в эфире передачи Пулс на телеканале Аризон ТВ, экс-министр экономики Октавиан Калмык заявил, что в Молдове ряд экономических агентов покупают газ по 13 лев за кубометр, а разница в стоимости покрывается за счет потребителей. Утверждение Калмыка поддержал и бывший министр сельского хозяйства Ион Сула. Вскоре после этого лидер политформирования «Наша партия» Рината Усатый сообщил на пресс-конференции, что в Молдове есть компании, которые продают природный газ нескольким экономическим агентам по цене от 11 до 14 леев, что в два раза ниже, чем платят граждане. По его словам, из 20 компаний, обладающих правом импортировать природный газ для последующей продажи, пять очень активны в этом плане. Комментируя информацию о том, что некоторые предприятия платят за газ гораздо меньше, чем граждане, премьер-министр Дарин Ричан написал на своей странице в Фейсбук, что правительство отслеживает эту ситуацию и предпримет меры. Глава Кабмина назвал несправедливым то обстоятельство, что разница в цене покрывается лишь некоторыми предприятиями и бытовыми потребителями. 31 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что при переходе к поставщику газа, работающему на либерализованном рынке, потребители должны оплачивать тарифные отклонения. Министр энергетики Виктор Парликов подчеркнул, что данное решение комиссии восстанавливает справедливость для потребителей на рынке природного газа. Тогда же комиссия по ЧАЭС наделила Национальное агентство по регулированию в энергетике полномочиями для оперативного вмешательства с целью пересмотра тарифов на природный газ. Вместе с тем премьер-министр Дарин Ричан объявил, что правительство ищет альтернативных поставщиков и возможности снижения стоимости природного газа, в связи с чем он уверен, что в ближайшее время у нас будут хорошие новости для всех потребителей. Отметим, что в настоящее время бытовые потребители оплачивают газ по тарифу 29 леев 27 банов за 1 кубометр. При этом на международных биржах цена составляет сейчас около 300 долларов за 1000 кубометров. Паняэнергоком продает этот вид топлива Молдова ГАЗ по цене ниже 670 долларов. В мае закупочная цена природного газа у российского концерна «Газпром» составляла 660 долларов 76 центов за 1000 кубометров. Весь объем голубого топлива от этого поставщика направлялся предприятию «Террасполь Трансгаз». 30 мая Вадим Чебан заявил, что Молдова ГАЗ может обратиться в Наре с заявкой о снижении тарифа на газ только после того, как будет известен прогноз по закупочной цене от компании «Энергоком». Он также отметил, что на тариф влияют и отрицательные финансовые отклонения АО «Молдова ГАЗ», которые сейчас составляют 1 миллиард 200 миллионов леев. Граждане Молдовы вновь могут отправлять посылки и письма в Российскую Федерацию через госпредприятие «Почта Молдовы». Отправка будет осуществляться согласно расписанию рейсов в Россию. Напомним, что эта услуга была приостановлена с 19 мая. Тогда представители учреждения сообщили «Аризонт ТВ», что причиной является логистическая проблема. Весной прошлого года у оператора по той же причине возникли трудности с доставкой посылок в РФ. Тогда проблема была решена в течение нескольких недель. По данным «Почты Молдовы», в прошлом году из нашей страны в Россию было отправлено около 11 тысяч писем и около 15 тысяч посылок. Начались экзамены на степень бакалавра. Сегодня тест по румынскому языку и литературе сдают более трех тысяч выпускников средних учебных заведений с обучением на языках национальных меньшинств. Из них свыше полутора тысяч в Кишиневе. Уже с сегодняшнего дня начнется проверка работ. Ее проведут в четырех республиканских оценочных центрах, находящихся в муниципе Кишинев. В общей сложности в экзаменационной сессии этого года задействовано 18 оценочных комиссий, в составе которых более 600 учителей. Следующий экзамен по языку обучения пройдет 6 июня. Завершится сессия 20 июня. Результаты будут представлены в центрах бакалавриата 26 июня. В общей сложности в сессии 2023 года примут участие около 18 тысяч 400 выпускников. Экзамены пройдут в 57 центрах по всей стране, 24 из которых находятся в Кишиневе. В Международный день защиты детей парк развлечений Архиленд шестой сезон подряд распахнул свои двери для посетителей. У входа аниматоры раздавали гостям воздушные шары. На территории развлекательного комплекса действуют мастер-классы и устраиваются шоу со сказочными персонажами. Доступ к аттракционам, как всегда, бесплатный. Один из них – инсталляция искусственной невесомости под названием Zero Gravity – нулевая гравитация, сконструированная по типу тренажеров для космонавтов перед полетом в космос. По информации администрации парка, на открытии присутствовали 50 тысяч человек. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, начались утром маршем под звуки духового оркестра. Участники двинулись из центра города в Архейленд, где стартовал летний сезон и где все аттракционы бесплатные. В Архейленде гостей тепло встречали аниматоры. Была представлена художественная программа. Примар муниципи Аргеев Павел Вережану поздравил всех присутствующих с Днем защиты детей и пригласил ребят и взрослых приятно провести время в Архейленде. Дорогие друзья, это открытие уже шестого сезона Молдавского чуда парка Архейленд. Мы каждый год с радостью приглашаем вас сюда, чтобы вы весело провели время. Счастье, улыбки детей бесценны. В этом состояла цель Илона Шора, когда он создавал этот парк. С поздравительной речью выступил и почетный примар Аргеева, лидер партии Шор Илон Шор. Дети, я хочу пожелать, чтобы вы всегда улыбались, чтобы вы радовались. А главное, чтобы ваши мечты сбывались. Дорогие дети, я хочу, чтобы вы знали, Молдова – это вы. Будущее Молдова – это тоже вы. Дорогие дети, все, что мы делаем и работаем, мы работаем только для вас. После торжественной части детвора хлынуло на аттракционы. Ребята развлекались на всех инсталляциях на территории парка, участвовали в интерактивных конкурсах, танцевали с аниматорами. Наряду с этим всех присутствующих от мала до велика ждали музыкальные программы и сладкие сюрпризы. Атмосфера очень классная. Мороженое дети едят очень хорошо. Спасибо. В Архейленд приехали жители многих районов страны. Гости из других населенных пунктов рассказали, что были приятно удивлены тем, какой это великолепный парк развлечений. Приезжаем каждый год и очень довольны. Дети весь год спрашивают нас, когда поедем в Архейленд. Им тут очень нравится, очень красиво. Замечательно, что все бесплатно для всех. Это чудо, потому что в наше время ничего не бывает бесплатно. Мы из Ивановки, это Ханчешский район. Дети довольны, вот они катаются, кто купаться пошли. Все по разным развлечениям. Всем интересно, все очень рады были сюда приехать. Приезжаем сюда из сел. У нас такого там нет. Можно было бы везде сделать что-то подобное. Здесь очень весело. Рад, что в Аргееве это есть для детей. И нам, взрослым, и детям здесь одно удовольствие – море развлечений. В этом году по случаю открытия летнего сезона особое внимание посетителей привлекла инсталляция, созданная по концепции искусственной невесомости и вдохновленная программами, разработанными для астронавтов при подготовке к полету в космос. Для Молдовы это впервые отмечают в администрации Архейленда. Новый аттракцион уже опробовали тысячи гостей парка. Очень хорошо. Эмоции захлёстывают. Это круто. Весело было. Приятно можно провести время и в зоне отдыха у городского озера. Чистый песок и вода привлекли желающих искупаться и позагорать. Вечером на сцену в Архейленде вышли популярные молдавские и зарубежные артисты. Кульминация программы – выступление диджея Вилли Уильяма и певца Думитру Клаудио, больше известного под сценическим псевдонимом Додди. С 1 июня и до конца летнего сезона Архейленд будет открыт по понедельникам с 16.00 до 21 часа, а со вторника по воскресенье с 10 утра до 9 вечера. Следует отметить, что со дня открытия и до настоящего времени вход и все аттракционы в Архейленде бесплатные. Парк развлечений площадью 20 тысяч квадратных метров был открыт в 2018 году по инициативе Илона Шора, который тогда занимал должность примара муниципия Аргеев. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Не пропустите в 20.45 вечерние новости на нашем телеканале. До встречи в эфире.